Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 25 лет, недавно уволилась с работы, работала в офисе с документами и снимала жилье. Вот так как уволилась, пришлось вернуться жить к маме. Мама у меня сложный человек, который училась, что нужно экономить, довольствоваться мало. Ее подруга предложила мне работу, там совсем маленький ОЗП. Хватит только на проезд и еду. Я ищусь в более высокое ОЗП, чтобы можно было снимать жилье и на свои нужда. Дома стало совсем тяжело находиться, хотя живу я пару недель. За вторую неделю из-за морального давления мамы уже плачет по ночам и болит сердце. Упрекает, что я не пошла на ту работу, что я никчемная, что ничего не найду. А если найду, то меня платят и через месяц выгонят. Это слова моей мамы. У меня сейчас такое состояние, что я уже боюсь отвечать на телефонные звонки с предложением моей работы, потому что не могу взять себя в руки и не хочу опять слышать упреки в ответ. Но подобие, какую ерунду я опять нашла и зря я трачу время. Уже совсем перестала верить в себя. Все недели на успокоительных только настроить на собеседование. Мама начинает эту тему, что я никчемная, плохая дочь, что меня сглазил кто-то, ведь я была хорошая, а тут не поступаю, как она хочет. И не получается сходить на собеседование. Посоветуйте, пожалуйста, как в такой ситуации не поддаваться влиянию мамы и сохранить спокойное здоровое внутреннее состояние. Я вам люблю, она мне дорога, но такие обидные слова, они справедливые, мне очень тяжело перенести заранее. Спасибо. Ну, в первую очередь, конечно, я сочувствую вам, сочувствую той ситуации, в которой вы оказались. Понимаю, что вам больно и тяжело. Если какие-то вот общие впечатления, то мне лично вот у меня сложилось такое ощущение, что ваше взаимодействие с мамой, оно просто сейчас получило какой-то такой новый эпизод, да, новый такой виток развития, если угодно. Но, как бы, корень этого, да, истоки этого находятся где-то раньше, вот, и... Об этом вы ничего не говорите. То есть вы просто преподносите как данность факт того, что ваша мама вот так себя ведет по отношению к вам, и это, конечно, ну, к этому можно по-разному относиться, да, но как бы, факт есть факт, что мама относится к вам так. Ну, вряд ли это что-то внезапное, вряд ли это что-то, что проявилось только сейчас, вряд ли это что-то, что ничего не было раньше. И, соответственно, вряд ли у вас нет опыта взаимодействия с мамой в подобных ситуациях. Вот. Если честно, то глобально все выглядит так, как будто вы в какой-то момент просто потеряли, как вы сказали, веру в себя, но эта вера в себя, она потерялась не с мамой. она потерялась тогда, когда вы уволились с работой. вне зависимости от того, какие были причины, вне зависимости от этого, вот есть ощущение, что вы как будто бы устали быть самостоятельно, вы как будто бы захотели вернуться к маме, вот в это вот давление, да, в этот прессинг, вот, в котором вам больно, тяжело, и неприятно, и обидно, но в котором вы можете чувствовать себя, ну, во-первых, маменькой, потому что мама вот вас, получается, полностью подминает под себя, вы можете чувствовать себя обиженной, вы можете получить право на интерпретацию каких-то, ее слов, действий, поступков, как несправедливых, а несправедливость предполагают жертвенность и обиженность в стране человека, а жертвенность и обиженность предполагает то, что от меня ничего не зависит. И вот есть ощущение, что когда вы работали сами, вас тяготило то, что от вас, ну, по сути, от вас все зависит. Есть ощущение, что вы вот захотели вернуться в ситуацию, когда от вас ничего не зависит. Потому что слишком уж, слишком уж бросается в глаза то, что из-за слов мамы вы теряете уверенность в себе, из-за слов мамы вы не ищете работу, вы воспринимаете слова мамы как что-то обидное, несправедливое, а так, как будто бы вы ждете, что мама будет вести себя иначе, что она изменится. Вот, при этом вы не пишете о том, из-за чего вы уволились с работы, ведь вряд ли вы, вряд ли вы не догадывались о том, что окажетесь дома и начнется вот такой прессинг. Но, тем не менее, складывается ощущение, что для вас это полная неожиданность. И вот здесь очень важно увидеть, что ощущение неожиданности, ощущение несправедливости, ощущение обиды и ощущение потери веры в себя, это все психологическая защита от того, чтобы не быть плохой для своей мамы. Да, внешне, внешне, вы говорите, что вот, значит, вот вы пишете, что мама говорит, что я плохая, да, что я не делаю так, как она хочет и так далее. Ну, как вы на это все реагируете? У вас нет гнева, у вас нет, как бы, отстранения, у вас есть, как будто бы, желание показать ей, что она ошибается, доказать ей, у вас есть, как бы, постановка, как будто бы, да, вот, постановка мамы, как будто бы, на пьедестал, где вы слышите ее, где вы делаете ее самое главное в своей жизни, вот что есть. И вряд ли это было, вряд ли это появилось только сейчас, мне кажется, что вероятнее всего так было всегда, вероятнее всего так было и раньше, до того, как вы устроились на работу, когда вы устроились на работу и так далее. Ведь то, что вы сейчас описываете, выглядит довольно-таки, ну, довольно-таки неприятно. И я думаю, что вполне логично, вполне логично в этой ситуации было бы, если бы вы всеми силами старались избежать совместного проживания с мамой. Но ничего такого не делаете. Вы, как будто бы, не избегаете совместного проживания с ней, ну, судя потому, что вы уволились, да, и решили жить с мамой, вот. Поэтому есть ощущение, что вы просто по жизни в себе не уверены, есть ощущение, что вы по жизни в себе сомневаетесь, есть ощущение, что самостоятельная жизнь вызывает у вас тревогу. А то, что происходит сейчас, да, это плохо, это ужасно, но это лучше, это, по крайней мере, дает вам чувство определенности, чувство того, что правильно или неправильно. А самое главное, что вы имеете право, вы получаете таким образом право обижаться, вы получаете таким образом право как-то вот чувствовать себя, там, несправедливо, ну, несправедливо обделенный, да, и т.д. Вот. И, в общем-то, здесь вопрос, на мой взгляд, заключается в следующем. Вот вы говорите, я хочу работу с высокой зарплатой, чтобы снимать жилье и на свои нужды, но ведь это, на самом деле, довольно-таки такие поверхностные цели, в смысле того, что они никак не соответствуют, никак не способствуют, как будто бы вашей именно конкретной реализации, вашему развитию, вашим ценностям, т.е. нет ощущения, что вы к работе подходите осознанно и в этом смысле вовлеченно, я бы так сказал. Вот. То есть это такая довольно поверхностная цель, что у вас снимать жилье на свои нужды, ну, а дальше что? Вот. Я думаю, что в этом контексте вы хотели бы, наверное, свою семью, вы хотели бы, наверное, серьезных отношений, и в целом для вас эта вот история определенности, история защищенности, история стабильности, вероятно, имеет довольно серьезное значение, с учетом всего того, что вы перечислили. Дальше. А как так получается, как так выходит, что ваша мама обладает такой большой над вами властью, как будто бы она знает про вас больше, чем вы сами? Вы говорите, что не хотите слышать упреки, ну, с ее стороны, да? И мне интересно, мне интересно, почему? Почему ваша мама не может упрекать вас? Почему у вашей мамы не может быть мнение свое о вас? Почему ваша мама не может считать, что вы делаете что-то неправильно? Почему она должна быть согласна с вами? То есть, почему вы, ну, условно, да, почему вы должны, как бы, быть синхронизированы с ней? Вот откуда это такое стремление, что ли, что ли, к, ну, к синхронизации? Вот откуда это? Это очень, на мой взгляд, интересный момент, на который, как мне кажется, нужно обратить ваше внимание. И обратить ваше внимание довольно серьезно, потому что то, что сейчас вы делаете, то, как сейчас вы это делаете, выглядит так, что вся ваша активность направлена, нацелена на, ну, борьбу, что ли, с вашей мамой. Наоборот, с вашей мамой не нужно, она один человек, вы другой человек. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, ключевая проблема заключается в том, что вы хотите ее одобрение. Вот. И особенно вас задевает, наверное, то, что вы делаете не так, как она хочет. И когда вы делаете не так, как она хочет, вот. Ну, вот, на мой взгляд, вы чувствуете, как раз таки, что страх, ну, тревогу, вину, сомнения, желание, может быть, как-то вот, ну, согласиться с мамой, ну, 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 в смысле, в смысле, вот, что значит согласиться, да, то есть, имеется, имеется в виду, принять ее позицию, да, принять ее позицию, да, то есть, мы принимаем, вот, позицию мамы и, ну, в принципе, значит, дальше, как бы, вот, живем, ну, живем дальше так, как она, допустим, хочет. Вот, вот, и вот, в принципе, на мой взгляд, если и есть, значит, ну, если и есть проблема, да, вот, то она в этом, как мне кажется, и заключается, ну, такое, эм, такое вот мое мнение. То есть, у вас, как бы, эм, не простроены, что ли, эм, личные границы, эм, понимаете? Какая, какая штука? Вот. Нежелание вашей мамы, собственно говоря. И вот задача, э, ну, задача, э, психолога, да, может, э, может, в принципе, вот, э, в том, в том и заключаться, чтобы мы помогли вам отделиться, как бы, от, э, того, что, в основном, двадцать с двадцать с двадцать с двадцатью с недели позицию за счет closing, своей мамы. Статью об нее несколько более, е, перее� не больше. А.. э, creep Na, что все Terelated compostation hijo구� за счет разных моментов, но тем не менее это может быть ответом на ваш вопрос, относительно того, как вам быть в этой ситуации. Конечно это не единственный момент в данном случае, но тем не менее, тем не менее. Вот я думаю, примерно такой ответ можно вам сейчас дать. Как вы воспользуетесь этим? Будете ли вы пользоваться этим? Честно говоря, у меня есть сомнения. Потому что если вы действительно тяготиете к тому, чтобы от мамы как-то быть зависимые, да? Если вам на самом деле тяжело самостоятельно, и если на самом деле у вас нет каких-то, ну, более может быть глобальных, скажем, целей, да? Более глобальных, скажем, амбиций, вот, если ничего такого у вас нет, то, на мой взгляд, в этом случае вам, конечно, будет весьма и весьма тяжело предпринимать, предпринимать какие-то шаги, вот, в сторону того, чтобы реально становиться независимым от, не только от мамы, а вообще от кого-либо. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому я думаю, что первое, на что бы я вот как-то обратил бы внимание, да, первое, это вот как раз выгода. То есть вот какая у вас может быть выгода в этой, ну, в этой ситуации, да? То есть вот какие могут быть выгоды от того, что сейчас вам происходит. Даже при том условии, что этих выгод вы можете, ну, не видеть вообще. Или вам может казаться это чем-то очень таким, ну, странным, да? То есть, ну, может казаться странным, то да, какая выгода от того, что вам вот, ну, что вам вот тяжело сейчас. Ну, как, какие могут быть выгоды здесь, раз, ну, казалось бы, вот. Тем не менее, тем не менее, вы удивитесь, узнав, например, о том, что, довольно сильное значение и влияние на человека оказывает то, что ему кажется выгодным, даже если внешне все выступает против этого. Вот, пожалуй, то, на что я бы хотел обратить ваше внимание прямо сейчас. На мой взгляд, на мой взгляд, эту проблему нужно решать. То есть, смотрите, иными словами, о чем мы здесь говорим? Вы говорите про то, что нужно как-то обрести душевное равновесие и, значит, идти на работу. Вы говорите об этом так, что нужно освободиться, да? Нужно как-то защититься от мамы, и тогда вы сможете что-то делать. На мой взгляд, если для вас проблематика, которую вы описываете, является центральной на сегодняшний день, то вам нет резона переключаться на что-то другое. Вот, у вас просто нет больше никакой мотивации. Просто ее нет. Просто какую-либо мотивацию что-то делать, другое, у вас нет на данный момент. Чтобы она появилась, эта мотивация, нужно ее в себе найти. И очень важно, очень важно, на мой взгляд, чтобы это появилось на фоне взаимодействия, вашего взаимодействия. Все мамы. Вот. Понимаете, какая здесь история? Чтобы вы не ждали того, что вот сейчас мама перестанет, вот сейчас мама изменит свое там, не знаю, отношение, да, к вам. И вот тогда вы заживете. Чтобы вот не было такого. Понимаете? И вот в этом случае у вас появится реальный шанс обратиться самостоятельно. Вот. То есть эта история не про то, чтобы вы вот перестали реагировать на какие-то слова вашими. Эта история не про это. Эта история про то, чтобы вы в целом научились больше внимания уделять себе. Чтобы вы не боялись свою маму. Чтобы вы не боролись с ней. Чтобы вы откровенно, может быть, выражали ей то, что вы сами чувствуете, то, что вы сами ощущаете. Вот. Ну и, конечно, здесь работа с чувством вины, да, с самооценкой и так далее. То есть вот эти вещи все, вот эти все вещи нужно разбирать. И менять вашу жизнь, на мой взгляд, ну, более глобально, что ли, чем вы это делаете сейчас. Вот. Слишком локально пытаясь освободить себя, значит, для того, чтобы вот чувствовать себя комфортно. Ваша цель, понятно, ваша цель ясна, но, к сожалению, к сожалению, это так не работает. То есть, это не работает так, что мы освободили, освободились от одного и пришло другого. К сожалению, это работает так, что у человека много разных интенсий. Вот. Вот, к примеру, вы говорите о том, что любите свою маму. Ну, я вам, я вам более чем верю, что вы самого любите. Тогда позвольте у вас спросить, а как проявляется ваша любовь к ней? Ну, то есть, буквально, как проявляется то, что вы ее любите? Я имею в виду свою маму. Как конкретно это выражается? В чем вы это выражаете? В чем вы это выражаете? И так далее. Есть ли у вас способы выражать свою любовь к нам? Уверены ли вы, что то, что вы к ней, ну, например, чувствуете сейчас, это любовь, а не что-то другое? Например, непотребно завоевать одобрение или что-то такое. Но это тоже очень важно обратить ваше внимание. Как видите, довольно много происходит здесь процессов, которые необходимо изучить. Есть еще один момент, когда вы чувствуете на маму обиду, но при этом вы говорите, что вы любите ее. Выражаете ли вы ей только обиду или вы выражаете еще любовь? Стука в том, что если вы сами можете это сделать. То есть если вы сами можете маме вот это выразить, да, если вы сами можете это по отношению к маме проявить, то вполне возможно, что и ваша мама по отношению к вам может тоже самое проявить. То есть иными словами, когда ваша мама, ну, вот как-то на вас, грубо говоря, наезжает, да, когда она как-то, грубо говоря, ну, принижает вас, например, вот. Вполне возможно, что для нее это и есть в какой-то степени способ проявления любви к вам. Да, конечно, этот способ, он, безусловно, специфический. Никто не говорит, что это хороший способ, но тем не менее. Вот как-то так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Да, я допускаю, что полностью ваши проблемы это не решит. Честно говоря, такой задачи я перед собой и не ставил. Я не ставил перед собой задачи решить ваши проблемы. Я ставил задачу показать вам проблематику. Я ставил задачу донести до вас, что проблематика может быть несколько более глобальной, чем вам это может представляться. И мне хотелось бы, чтобы вы постарались заметить все, буквально все свои чувства, все свои ощущения, которые возникают в контексте, ну, мамы ваши. Чтобы это были не только привычные для вас чувства, типа обиды, развращения, может быть вина или что-то еще. Чтобы в этом появилось что-то еще. Также мне бы не хотелось, чтобы единственное, единственное, что вас беспокоило, да, это поиск работы, например. Но, на мой взгляд, поиск работы не так важен, как важно понимание того, куда по жизни вы идете. Есть ощущение, что вы несколько потерями в контексте своего жизненного пути. И вот на эту потерянность негативно влияет действие вашей мамы, у которой есть, в свою очередь, такая достаточно получается четкая позиция относительно того, как можно и нужно действовать. вам, например. Естественно, вы будете терять эту уверенность в себе, потому что вы и так потеряны. Вот. Я надеюсь, что вам это было, как минимум, интересно и полезно. Я надеюсь на обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. позволит вам сформулировать основные ее направления, вот, и, собственно, начать эту самую индивидуальную работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Звучит зверком. Стой. Пришли для тебя были.